всем добрый вечер значит какая ситуация я сюда в эту клетку поселил из киевской генетики клубнику вот она кушает а то груша груша здесь было но не бог когда их юра с киева привез они в неделе то есть они привыкшие друг до друга и они опоросились разница там у них было в 6 дней то там ладно то есть они не враждуют не бьются ничего нормально так бывает там что-то ну то есть а так нормально в 2 в одной клетке нормально и сегодня у нас загуляла вчера загуляла груша вчера первый день сегодня второй день вот груша второй день типа как в загуле стоит хорошо но у нее проблема задними ногами то есть она стоит я ее пробую придавливаю и назад она сразу падает на ноги то есть я даже не буду делать попытку покрывать ее хряком породы пьетрен своим каштаном потому что она его не выдержит я на нее сажусь сверху она сразу падает придавливаю так крепенько тоже падает поэтому не буду ее этот раз покрывать и грубо говоря не буду с ней морочиться туда-сюда сейчас подкормлю ее немного и пойдет на мясо это я считаю это выбраковка это не свиня она перед опоросом падала на ноги ну там лечили кололи и вроде бы успокоилась потом перед отъемом поросят тоже у нее с ногами проблемы задними были ну на свиноматку просто-напросто опять ее сейчас как-то каким-то образом ждать месяц дать ей допустим отгул это я не неизвестно может и через месяц такое будут вернее через 20 там дней поэтому ну не стану даже думать рисковать принято решение по по груши вот она даже еле встает она и встать не может по груши принято решение однозначно ее пустим на мясо уже покрывать ее не буду пробовать как там она сама по себе покажет потом меня ну то есть я не буду это все потери щас жди грубо говоря месяц пока ее покроешь потом жди выносить не выносит поросят то есть атакует она подлазит даже поезд не встает просто передними ногами передвинулась и все то есть по клубнике вопросов нет она покрыта у нас таком все хорошо то есть и сама по себе она матеренькая шустренькая ну и покрыта уже надеюсь что все нормально но проконтролируем потом как будут загул это у нас покрыта кукла искусственно искусственно покрывали ее дюрком для того чтобы было на выходе чистый дюрок на продажу пока по дюркам я ничего говорить не буду их нету в наличии как будет я покажу скажу расскажу эту я отсюда сейчас на днях наверно может завтра заберу рыжку в другой сарай заберу в другой сарай а в эту клетку эта клетка большая посажу тех трех геморройный что они разрезли ему геморрой вот посажу сюда этих трех там одна свинка и два кабанчика в эту клетку и и посажу в клетку где была груша там уже загорода для поросят и сама клетка просторная большая нормально по этим кабанчиком все нормально они у меня кушает корм у них постараюсь что был постоянно то есть это пойдут у нас на новый год вот такое решение принято по груши и вообще для себя давным-давно принял решение если свиноматка от у меня была хорошая свиноматка даже тоже изольда ну грубо говоря одна из лучших что мне на сну падала на задние ноги я не мог ее не покрыть не покрыть нигде ничего то есть и так самой по этой ну рисковать и ждать непонятно чего то есть как бы особо не охота я для себя принял решение если малейшие проблемы есть со свиноматкой лучше чего-то там не ждать не этот просто ее убрать и завести другую или там оставить так как есть вот такая же самая у меня ситуация была по изольде кто помнит кто со старых подписчиков покрытие и хряком не мог она падала на ноги покрыли ее искусственно я покрывал первый раз тогда первые попытки все получилось она покрылась с поросятами тоже еле вставала там на ноги ну то ладно ну как-то как-то их выкормила потом опять крыть она опять падает на ноги то есть все то же самое я изольду пустил на мясо и все и забыл как раз страшный сон если у меня вот кукляшка ну с ней проблем нету она покрыла покрыта опоросилась выкормила загуляла как надо на седьмой день к примеру покрыл и все проблем нету по свиноматке крепкая здоровая то есть вообще по ней вопросов нет так же самого трешка покрылась сильно шепетильно насчет поросят чтоб не придавить нигде ничего очень аккуратно и то же самое и покрыл и все хорошо не проблемная нигде ничего так что даже не будем рисковать не буду ее пускать до хряка или ее до хряка или хряка до нее перевелся по клубнику там может что-то у них какие-то будут эксцессы ну я думаю страшно ничего не будет не покусано и нигде ничего это не уже целый день вдвоем я им больше насыпаю шоке это отъедалось хорошо она уже начала после опороса после отъема помните какая худая была уже начала набирать вес хорошо ну это тоже руша более-менее поэтому так сейчас я на данный момент сделал тому но она наверно ночь уже не видно геморройному сделал вот сегодня отделение побелил она еще не высохла только-только недавно не за повторно побелил и сюда его посажу геморрой но здесь у нас была клубника пускай тут обои то что геморрой геморрой залез все вроде бы нормально поэтому как бы пускай будет отдельно тут а тут у него поилка есть корыто поставим и пускай набирает вес а вот в эту клетку тут полы сорваны сорвала груша завтра отремонтирую полы побелю сюда запущу рыжульку загорода большая и для поросят тоже есть отделение ну а тут у нее сосед будет наш проблемный геморройный кабанчик я думаю что все с ним будет нормально есть его не тревожить он никто не будет ему ничего разрезать нормально наберет вес нормально все с ним будет потому что вот целую ночь он был сам там коридоре сидел внук прихожей то есть нормально все было смотрю залезла кишка назад он сегодня его выпускал бегал тут по двору правда роет сильно много поэтому приготовил ему туда ну а так вроде бы так и разберемся туда сюда в эту загороду посажу тех братьев родных геморройного сюда трех путь свинков эту рыжку туда где зато буду повыстилить а малых поросат где рыжка будет в тот маленький где вот этот геморройный был маленький сарай опять его побелю про дезинфицирую и будет хороший сарай чистенький тепленький для маленьких поросят но не не сильно и маленькие ну пока там а там будем уже смотреть кого куда что девать то есть распределим их как-то потом эти сейчас месяц полтора тоже пойдут вот тот первый тут уже такой хороший это чуть помешать попозже пойдет друзья собака тоже кашу почти не ест сотворить кашу они тоже почти вообще не есть он поросят намешано все хавы и это же не голодная все равно есть и мое наблюдение вот бмвд старту водолага уборы шерсть начала блестеть и сильно стал повышенного осматости него пришел густая такая стала но как бы насыщенная такая шерсть более тоже сильно полюбляет добавки водолага водолага любишь более сразу давай 5 более на всех на всех видео которые миллионники везде есть насколько там миллионников видео но не одно по моему штуки 3-4 миллионники вот он везде там есть самая известная личность на youtube более а у него и фамилия есть я просто забыл паспорте написано надо посмотреть фамилию вот не помню боль как фамилия боль 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 фамилию скажем что каши не есть вареные мы ему почти уже не варим так вот или гусиные головы куриные головы или вот поросятам даю нам тут стоит он забегает в основном тяпает а тут а я мешаю предстартом я уже накрываю крышкой тут грановый предстартовый старт с поросятами я называю чтобы он не не ел потому что хавает и так сама тут одет тут шоу меня с накрывая такое там тоже пускай есть а то он несколько поезд все в слюнях мокрой поэтому ну-ка ты жужжешь водового нам тоже надо водового водового борис